В здоровом теле здоровый дух. Массовый спорт в Нижегородском регионе сегодня доступен всем жителям, в том числе и людям с ограниченными возможностями. О пользе, к примеру, скандинавской ходьбы для больных с сахарным диабетом рассказала единственная в мире семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка планеты и олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Именитая спортсменка прибыла в нашу область с визитом и сразу отправилась на мастер-класс к нижегородцам. Приглашаю вас на прогулку, походить, подышать воздухом и желаю вам всем быть здоровыми, сильными, крепкими и ходить почаще, и приводить своих друзей, подруг, коллег, ну и привлекать молодежь, безусловно. Как признали сами любители скандинавской ходьбы, любой спорт лишь на пользу здоровью, тем более, когда одолевают заболевания. К этому вопросу нужно относиться с особым рвением. Любой спорт полезен, потому что для здоровья, для души это всегда прекрасно. Это необходимо даже, необходимо. Ну, до старого поколения, для молодых, до средних, это все необходимо. Вот, что я еще могу сказать. Очень хорошо пообщаться, пускай даже вот не умею, ну и стремиться должен к чему-то. Созданы отличнейшие условия. Здесь парки в зеленом городе, вдоль проспектов зеленых, где можно ходить и зимой, и летом. Вид спорта замечательный, всесезонный и всевозрастной. В любом возрасте прекрасно, все подходят для того, чтобы заниматься этим видом спорта, скандинавской ходьбой. После мастер-класса по скандинавской ходьбе Ирина Слуцкая отправилась на лед в физкультурно-оздоровительном комплексе Мещерск. Ее уже ждали любители фигурного катания. Прежде всего, дети с сахарным диабетом. Каждый день хожу на каток. Если, как у нас, катанцы, когда я хожу, то так опускается сахар. А так, мне кажется, физическая нагрузка очень полезна. Ирина Слуцкая была приятно удивлена условиями, которые созданы в регионе для развития спорта и занятий им. Само открытие только физкультурно-оздоровительных комплексов чего стоит. Доступность и пропаганда спорта – главный противовес заболеваниям. Человек ни в той мере не должен опускать руки. Именно поэтому мы проводим везде мастер-классы с профильными министерствами. Потому что работа с детьми и с родителями именно с психологического подхода, она очень важна. Я рассказываю всем свой пример. У меня у дочери подруга заболела, и ребеночка просто... Ее вот закрыли в такую красивую клеточку. Нет, эти дети должны быть социальными, эти дети должны заниматься спортом. Есть примеры, где люди с диагнозом сахарный диабет становятся олимпийскими чемпионами. Эти дети должны быть очень правильно интегрированы в спортивные группы и секции. По данным регионального министерства спорта, в настоящее время каждый третий нижегородец, в том числе и с ограничениями по здоровью, регулярно занимается физической культурой. А ведь 10 лет назад этот показатель был в 4 раза ниже. Безусловно, развиваем, безусловно, строим фоки уже нового поколения, скажем так, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день губернаторам поставлена задача, чтобы максимально эту безбарьерную среду внедрить в строительство фоков, чтобы люди, которые приезжают, имеют трудности с передвижением, с доступом на спортивные объекты, минимизировать свои, могли, трудности. Причем активная пропаганда здорового образа жизни в регионе продолжается. По словам губернатора Валерия Шанцева, в программе строительства фоков точка еще не поставлена. Продолжать будем строить фоки. Программа эта шагает широким шагом. Там надо строить еще, наверное, около 15 фоков, чтобы только первую очередь закончить. В каждом районе должен быть физкультурно-оздоровительный комплекс. Особую роль при этом, конечно, играют и такие визиты именитых спортсменов. Передать дух победы дорогого стоит. Тем более это так важно для тех, кто, вопреки всему, продолжает бороться с недугом. Продолжение следует...